Композиционные материалы в ракетостроении. Эти слова заставляют его сердце биться чаще. Космос для Андрея Письмарова – мечта со школой, но не бескрайние просторы Вселенной, а то, что заставляет ракеты взмывать ввысь. После школы Андрей сразу решил поступать в Самарский университет, тогда еще с ГАУ. Ракеты – это очень здорово, особенно если смотреть эти пуски с телевидения, а если вживую увидеть, то это просто… Вот это меня и заразило поступить в этот университет. Вживую ракету видел, был на практике на Байконуре, но пуск, который должен был быть в октябре, его отменили. Гагаринская стипендия – хорошее подспорье и стимул учиться и работать дальше, говорит Андрей. За пять лет учебы в университете у него огромное количество публикаций в научных сборниках. Он получил больше 50 наград на всероссийских и международных конкурсах и форумах. Андрей изучает сопротивление материалов и теорию успешно умеет применять на практике. В руках у меня образец, который был растянут на данной установке, то есть он зажимается вот здесь, с двух сторон, и, соответственно, растягивается. Он знает, как растянуть металл и как сделать его легче и прочнее. Именно эти качества имеют большое значение в ракетно-космической отрасли, позволяя поднимать тысячи тонн металла в стратосферу и выше. Сейчас Андрей занимается дипломной работой, потом собирается в аспирантуру. Преподаватели говорят, студент скромный и обязательный, при этом по-настоящему увлеченный. Талантливый парень. Кроме обязательной учебы, у него есть еще и интересы и в науке, где он имеет определенные успехи. И та научная школа, которая у нас на сопротивлении материалов, он вписался очень хорошо в нее. Упрочняющие материалы сейчас востребованы. Они нужны не только в космической отрасли, но и в повседневной жизни, например, в автомобилестроении. В своей научной деятельности Андрей Письмаров намерен создать совершенно новый композитный материал с уникальными свойствами. А затем… Есть мечта у меня стать генеральным конструктором, например. Мечтать не вредно, конечно, но есть к чему стремиться. Субтитры создавал DimaTorzok